Поздничные продажи в Америке за март опубликованы в 15.30 по Москве. И больше сегодня статистики у нас такой интересной не ожидается. Поэтому сейчас включим торговый терминал. И посмотрим, что у нас сейчас на рынке происходит. Начинаем по традиции с пары евро-доллар. Что здесь торги у нас по-ближнему проходят уже третий день на средний, по более, на дневках. Это 1.23.21 отметка. И у нас получается, что в четверг мы упали и не смогли закрыться ниже нее. Оскочили вверх в пятницу немножко. Тут росли и падали, закрылись выше. И сейчас уже пытались ее протестировать. И тоже небольшой отскок вверх. То есть здесь немножко покупают. И в связи с этим можно ожидать тоже небольшого роста котировок. У нас в пятницу был максимум 23.45. Был такой скромный диапазон. Меньше 40 пунктов. Внутри дневной диапазон от максимума до минимума. А сейчас, я думаю, пойдем выше пятничного максимума. И можем дойти до максимума четверга 23.79. У нас в знаках тренд отсутствует по EDX. 14 показывает нам индикатор RCI 51. На четырех часовках тоже нет тренда. 24 EDX и 51 RCI. Есть одинаковые значения. И на часовиках у нас тоже такая же примерно картинка. 21 и 56. Поэтому здесь у нас получается флэт и такая вот бывая тенденция. На рынке облигаций там небольшой позитив по спреду Германии, США, Германии, Великобритании. То есть доходности немецкие немножко растут. Рост скромный, но рост есть и к американским, и к британским бумагам. Это позитив для евро. Поэтому здесь получается небольшое такое движение вверх. Получается у нас максимум был в четверг на 23.79. И либо дойдем до него, либо можем немного не дойти, допустим, дойдем до 23.70. Я бы округлил именно до 23.70, потому что тенденция такая флэтовая. И сейчас пока не видно причин, чтобы сильно упали. То есть рынок какой-то стабильный. Третьей мировой войны у нас нет. Избежали ее. Были обстрелы Сирии. Но обстрелы были такие, скажем так, в наилучшей форме. Никого не убили, никого не задели. И вроде как побомбили и ушли. В течение двух часов ракеты запускали. И потом вроде как все прекратили. И сказали, что в ближайшее время ничего делать не будут. И предлагают опять сесть за стол переговоров в организации объединенных наций. И там договариваться. Там каждая сторона свои условия выдвигает. Россия в субботу осозывала экстренное собрание. И там отклонили все предложения России. Сейчас Америка осозывает заседание на этой неделе. Не знаю, там будут голосовать или не будут. Но в общем пока получается, что бомбить на этой неделе не будут. Может быть будут потом. Но на этой неделе желания ни у кого нет. И будут, значит, вести переговоры уже в организации объединенных наций. Там обычно все это тянется очень долго. Зачастую все это дело бестолковое. Но поскольку войны нет, то для рынка, в целом для всех рынков финансовых, это большой позитив. Поэтому сейчас такой вот небольшой рост на 23.70. Да, Евгений, вот меня поправил. Благодарю вас с 50 минут. Да, там это все было долго. Хотя могло быть бы и намного хуже. И самое такое, что интересное, в принципе, американские, я вот тут читал подборку на сайте ведомости, там, американские как раз вот журналисты, как это описывали. То есть они сделали подборку там с CNN, с CNBC и так далее, с Bloomberg, Reuters и американские журналисты, которые имеют источники в Пентагоне, в военном ведомстве. И они говорили, что, в принципе, была какая-то постановочная атака, потому что уже во вторник Трамп, значит, через свой твиттер всех предупредил, что взрывы будут. Соответственно, сирийцы с российскими военными все, что могли, перенесли на российские базы за несколько дней. Ну и они, получается, в пятницу ночью, там, с пятницы. У нас этого в России уже суббота была, у них там еще, получается, поздний вечер в Америке. Они начали бомбить, по сути дела, пустые здания, где уже ничего не было. И спрашивают, вот эти вот источники американцев, такой вопрос Трамп задают, зачем, вроде бы, бомбили, они сэкономили лучше на другие проекты, на свою экономику. И, в принципе, доля логики в этом есть. Обычно, когда что-то планируется такое масштабное, то обычно тут так не делается, что прям заранее всех предупреждают, что мы там через несколько дней, по-моему, будем ракеты запускать по вашим объектам, то, конечно, все там будет уже портовать. И плюс, так, американцы предложили Трампу, если Трамп так заботится о том, что там химическое оружие используют, травят женщин, детей, невинных людей, то тогда пригласите всех сирийцев к себе в Америку, всех беженцев и возьмите на обеспечение. То есть у вас есть возможности финансовые, вы это все можете реализовать. Потому что Трамп запретил беженцам из Сирии пребывать в Америку. Мы знаем, что были большие такие набеги на Европу в том году и в шестнадцатом году были такие ситуации, то вот таких набегов нет. Поэтому тут, в принципе, так вот даже получается уже в Америке тут такие вот ситуации. Что нам в связи с этим? Нам в связи с этим то, что для евро-доллара все, как и для других инструментов, все более-менее стабильно, то есть будут стабильные тренды. Если бы началась война, то мы бы видели хаотичные движения, 300 пунктов вверх, 250 вниз, 600 наверх, 900 вниз, и мы бы ничего не заработали, мы бы все потеряли. Потому что в такой панике заработать нельзя. То, что все более-менее спокойно, это большой плюс. Будут сбойные стабильные тренды, на этом можно зарабатывать. Теперь, что касается пары фунт-доллар, на мой взгляд, ее надо покупать. Тренд сейчас по евро-доллар вверх, я уже сказал, 23.70. Потихонечку будем туда расти. Что касается пары фунт-доллар, то здесь, на мой взгляд, надо ее покупать. Но не сейчас, а чуть пониже. Вот здесь, вот на нижней по Боллинджеру, на часовиках, это отметка 42.27. И окупать ее стейк-профитом на максимум пятницы 42.95. Почему не покупать сейчас, потому что на рынке облигаций небольшой сигнал вниз по спреду Великобритании, США, Великобритании и Германии. Поэтому шансы, что уйдем сюда, очень высокие. Почему надо все-таки здесь покупать, а не допустить, продавать, ждать падения. Потому что тренд здесь очень сильный. На часовика нет, а вот 4-х часовки 32, и DX в тренде, и нет никакой партии перекупленности. Можем дальше расти. И на дневках, самое главное, это дневки у нас. Это там именно такие хорошие сигналы поступают. Здесь очень хороший тренд, прям идеальный. 42.8. И DX в тренде, 65. По RCI. RCI показывает перекупленность. Экстремальные такие значения выше 70. А еще лучше выше 75. Здесь, да, и 70 нет. Поэтому можем дальше расти. И вот у нас. Вот мы видим первый такой-то опрос в марте, потом, как-то выстроить опрос. В принципе, здесь цель, можно ее определить как цель до 10 мая. Она может реализоваться завтра-запросто, а может быть попозже. Я бы округлил такой до 10 мая. 10 мая в состоянии Банка Англии, и там может быть повыше ставка. Вроде как все к этому идет, уже меньше месяца осталось. И у нас есть максимум, который бы в январе 43.35. Вот эта цель на ближайшие дни. Я не знаю, когда она будет достигнута. Может быть даже завтра. Может быть она будет достигнута только в начале мая. То есть я думаю, что вот сначала мы пойдем туда, вот на 43.35, чуть выше. А потом, может быть, уже будет такое сильное снижение. А пока получается вот туда вот. Поэтому здесь на нижний 42.27 покупаю. Пятничный максимум – это ближайшая цель на сегодня. Это 42.95. А 43.35 – следующий уровень. Это цель на несколько дней. Или даже несколько недель. Там добегать недели. Но, может быть, это будет и на этой неделе. То есть оно все может реализоваться очень быстро. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И я на них с ними отвечу. Про золото, Олег, обязательно поговорим. А чуть позже. Сейчас про доллар-ренд. Сейчас смотрим. А здесь у нас, если вот так смотреть, то, в принципе, неплохая картинка. Вот первая неделя роста, вот вторая, вот третья. Максимум и минимум они повышаются. Цена закрытия, она выше, чем предыдущие недели. То есть хороший такой вполне себе неплохой такой тренд. И вот скажу, что прям супер сильный, но темнее вполне достаточно. То есть тенденция такая волей-менейная. Поэтому я думаю, что надо эту валютную пару покупать. Здесь, я думаю, мы пойдем вот на эту верхнюю, на дневках, 107.92. Даже, наверное, зайдем за нее немножко. Может, там пунктов на 10-20. То есть куда-нибудь 107.108, ровно 180.10 туда. И после этого, может быть, уже коррекция будет. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо входить. Мы, тем более, тут около уже нижней, на часовиках. Это 107.12. Вы сделали, конечно, лучше войти здесь, на нижней границе. И потом уже вот жать на 107.92. Потенциал 80 вверх. Другое дело, что могут сюда уже и не снизиться, потому что, в принципе, вот такой флэт. И можем сейчас пройти вверх в любой момент. Я бы здесь вошел двумя частями. Первая часть прямо сейчас 107.23. Вот котировка. И вторая часть пониже на 107. Ровно. И 107.92 здесь цель. Здесь рынок облигаций показывает вверх. Техники посмотрели. Три недели растем. Тоже хорошо. И что еще, на мой взгляд, будет толкать вверх? Это S&P. Который, в принципе, потихонечку вверх движется. Не скажу, что сильно. Но, тем не менее, 5. Несу. Поксимум был 2.681. Сейчас пониженьшка на 2.666. Три шестерки в конце. Интересное такое значение. Я думаю, что S&P пойдет потихонечку вверх на этой неделе. Потому что, в принципе, все более неплохо. Войны нет. Вроде ситуация как-то более-менее плюс-минус пока стабилизировалась на время. Плюс тут интересная уже ситуация внутри Америки. Там уже конкуренты Трампа недовольны. Они стали в субботу. В субботу были выходные. В Конгрессе там никто не работал, не заседал. Но вот были некоторые заявления демократов, что вроде Трамп неправильно поступил, что принял решение без нас, без Конгресса. Надо было с нами, в общем, советоваться. То есть мы это не одобряем. То есть он тут что-то себе обгнил. В принципе, это болтология обычная. Я думаю, что просто вряд ли там эти демократы думают о том, что там подружатся с Россией или с Сирией. Их просто интересует конкуренция политическая. То есть Трамп для них конкурент. И они используют любой повод, чтобы конкурент убрать. Так же, как и когда были предвыборные баталии между Трампом и Хиллари. Хиллари в 16-м году всегда говорила, что она против России, против того, что Россия и Крым присоединяет в Сирию. А Трамп, наоборот, использовал это все по-другому. Он говорил, что надо со всей договариваться. И что в Сирии, там они поехали, чтобы отпадок навести. И надо, в общем, больше с Россией общаться. Там надо больше взаимодействовать. То есть, и даже Трампа выбрали. Я думаю, наверное, многие из вас смотрели видео из российского парламента, где пить шампанское и кричали «Трамп наш». До этого кричали «Обама, чмо, Трамп наш». А сейчас ситуация изменилась. И уже Обама вроде не чмо, а Трамп вроде плохой. Вот такая вот ситуация. То же самое сейчас демократы. И вообще все равно на Сирию, на Россию и на всех остальных у них есть конкуренция с Трампом. И они используют в любой момент. И они сейчас начали говорить, что вроде зря мобили. То есть, они против него используют вот такие любые факторы. И тут уже завтра будет книга нового главы, не нового, а главы ФБР. Завтра в Америке будет эта книга выпущена, в продажу поступят. И он там тоже пишет. Ну, если коротко так, что Трамп немножко сумасшедший. Зря он тут стал президентом. И вообще, то есть, все может быть очень плохо там. Трамп его в том году уволил, в мае месяце. Ну, и вот он уволил его. И тот сразу стал книжку писать. Там в Твиттере писюльки пишут, а этот решил книжку написать, заработать. Поэтому сейчас, получается, ситуация немножко стабилизировалась. И американский рынок полностью сейчас ориентируется на новости. А новости хорошие, отчеты корпорации очень хорошие. Везде прибыли, почти везде по всем компаниям. Банки в пятницу хорошие результаты показали. И день открылась с ГЭПом. Потом, правда, упали. Вот на этих ожиданиях, что будет война. Но в итоге войны нет. Только ракеты позапускали по пустым зданиям. И сейчас, получается, наверное, сегодня-завтра хороший будет рост. По СНП, цель, я бы смотрел на верхнюю, она у нас 2739. Находится эта верхняя. Может быть, чуть ниже, потому что падает вот так вот. Ну, наверное, в конце недели она будет где-нибудь 2725. Вот цель 2739. Но ее надо корректировать каждый день, поскольку Боллинджер меняется. То есть цель такая ускользящая. Куда Боллинджер дает цель. Пока это 839. Ну, даже если к концу не подъем, я думаю, сильно прямо на него парет. 2725 она будет. Поэтому пунктов 50-60 по СНП вверх на эту неделю в конце есть. Ну, и, соответственно, для пары доллар-иена это сигнал вверх, потому что пара СНП сильно коррелирует. Что еще интересного в Америке можно будет на этой неделе? Я бы выделил акции, такой инструмент, как СЕВДИН, акции Алко. Это такой интересный инструмент. Эта акция взлетела очень сильно, там помог. Он ввел пошлины на стали и алюминии для Китая и России. И потом, в марте был, на прошлой неделе убрал АУСАЛ с американского рынка. И сейчас интересная ситуация. Алко резко вниз. То есть Трамп помог Алко очень сильно. В АУСАЛ на этой неделе, 18 апреля, в среду за первый квартал. Поэтому здесь тоже получается тенденция к росту. Может быть, продолжен здесь хороший такой вот тренд. Вот мы видим две недели. Это вот недельный график. И вот мы видим, максимум был 53.65 в начале года. А сейчас котировка 54.97 в пятницу. И здесь вполне можно ожидать, что неделю максимум обновят. Выше, я думаю, наверное, не пойдут сильно выше. То есть обновят и все. Поэтому здесь тоже получается потенциал процента на 4, примерно. 3-4 процента. Это без плечей абсолютно. А с плечом там, допустим, 3. Третье плечо. Консервативное такое. Здесь уже получается сделка может быть на 10 процентов на эту неделю. А что-то будет хорошее, я думаю, потому что здесь оцены алюминия выросли. Это хорошо для алкоголя. Плюс Трамп убрал конкурента. Это тоже П-тип для рынка. Тут, в общем, все здорово. По нефти нам изгадали нефть. Сейчас вот будет стирать поддержку в 7.70. Это у нас, вот здесь, если посмотреть, вот это был максимум в январе месяце. Бренд 70-70. Максимум трехлетний. Потом шли вниз, потом стали расти. Вот такой реугольничек, но не сформировали. Треугольник пробили. Пробили вверх. Вот она неделя. Она закрылась 72-14. Закрытие идеальное для такого треугольника. Сейчас снижается. Это тоже идеальный сценарий. Потому что здесь от правых треугольника обратно идет возврат к сильному уровню. Поэтому сейчас 70-70. Еще осталось немножко снижаемся. Вот там чуть-чуть. 70-85 котировка. Еще чуть-чуть вниз. Либо мы идем прямо ровно 7.70. Либо чуть пониже. Может быть ложный прокол. Куда-нибудь 70-50, допустим. И потом уже, я думаю, вверх будем обновлять. Максимум, который был на прошлом неделе 72-68. В целом на нефти все хорошо складывается. Доллар на Форексе. Глобальный доллар. Индекс доллара. Он не растет. Он и не падает. Особо и не растет. Особо примерно на месте 80-50. Для рынка нефти это позитив. И плюс нестабильность на Ближнем Востоке. Она не решена. Ни в Сирии, ни между Ираном и Саудовской Аравией. Вопрос не решен. Поэтому цель по треугольнику 80. И, наверное, в конце лета мы его увидим. Эту цель 80 по этому треугольнику. То есть, фунтанте техники показывают движение вверх. Плюс пятницу еще выступал ОПЕК и министр еще Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что экспорт отправлять больше не будут нефти. То же самое личное, что и раньше. Несмотря на то, что будет автомобильный сезон, летний сезон, всегда спрос на нефть высокий. Они сказали, что они будут делать так. Они как делали они раньше. К лету они увеличивали поставки. В Китай в первую очередь, в Америку, в Европу. Потому что летом спрос на нефть растет. Тут вам и автомобили больше ездят, и самолеты больше летают. И так далее и тому подобное. В этом году Саудовской Аравии сказали, что не будут увеличивать. Они будут у себя перерабатывать ее. То есть, они будут заниматься нефтехимией, метаполимерами низкого и высокого давления. Если вам интересно, что это такое, то можно в интернете почитать. Если коротко, это пластмасса. То есть, изготовление пластмасс. Почему они этим занимаются? Потому что это очень дорогая продукция. То есть, ее делают из нефти и из газа. Работка нефти и газа. И вот это сырье, вот эти полимеры, они стоят дорого. То есть, гораздо выгоднее арабатывать нефть и газ, и продавать полимеры. И вот они решили нефтехимией заняться. То есть, на заботе еще. Ну и для рынка это позитив, потому что рынок-то всегда ждет от Саудовской Аравии увлечения на лето. А тут не будет увлечения, поэтому фундаментально все тоже хорошо. Поэтому треугольничек имеет шанс реализоваться на недельках треугольник 80 вполне летом. В конце, я думаю, летом можем эту отметку увидеть. Это вот значит. От 70-70 покупаем. Цель на эту неделю, это максимум прошлой недели. Бренд 70-268. Цель до конца лета 80. По золоту, по золоту, здесь получается, на мой взгляд, надо ждать снижение котировок. Но пока что-то его не видно и не растем, и не падает. Сегодня стоим вот так вот во флете. По золоту прямо сегодня я не знаю, что будет. Может быть, еще немножко сходим вверх. Может быть, немножко сходим вниз. Сегодня такая картинка не такой прям сильной. Если смотреть золоту на неделю, до конца недели, может, четверг-пятницу, то я думаю, золоту 1330 и 1320. Либо 1330 дойдем, либо 1320. Почему по золоту смотрю вниз? Потому что смотрю вверх по S&P. Золото с S&P в разных направлениях торгуется. По S&P, я думаю, S&P надо уже стартовать очень хорошо вверх. Почему? Потому что на этой неделе будет очень много отчетов. Отчетов было немножко в четверг. Немножко в пятницу. Но на этой неделе просто большое количество будет отчетов. Очень большое. Ну и все эти отчеты на S&P уже так растрясти хорошо вверх, чтобы S&P пошел. Поэтому я думаю, что вот такая тенденция. Что касается по евро. Александр, по евро войти, конечно, в идеале, он будет чуть пониже, когда мы рассматривали. Но здесь, в целом, текущий уровень, хотя, наверное, текущий уровень уже не так интересный. То есть вот когда мы говорили, тут была котировочка пониже. Сейчас, в принципе, не так много осталось. По евро, наверное, лучше сейчас уже пропустить. Потому что до 23.70 всего 12 пунктов. Сейчас уже поздно ходить. Вот пока мы тут говорили, вот евро растут. Так, по пункту вот здесь, на мой взгляд, 42.27, нижняя по Боллинджеру. Что касается, почему разница и в весе фрешфорекс, Евгений, я говорю за вопрос. Здесь, понимаете, разные поставщики котировок, поэтому и разные котировки. Что касается, допустим, там 40 центов и так далее, здесь вы, если торгуете в компании фрешфорекс, то вы торгуете по тем ценам, которые есть в терминале. Поэтому я бы ориентировался именно на эти цены, а не на инвестинг. В терминале инвестинга вы торговать не можете, потому что не терминал, а это сайт. Поэтому вот здесь такая тенденция. У нас бывают иногда небольшие отличия, и это связано вот с разными поставщиками котировок. По золоту 1330, либо 1320, но не сегодня. Наверное, ближе к пятницу вынес. Вот такая тенденция. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Завершаем наш сегодняшний вебинар. Желаю всем успехов в торговле. Завтра, 17 апреля, во вторник, буду рад вас встретить. Продолжение следует... Продолжение следует...